Здравствуйте! Вы смотрите новости первого Карагандинского. В студии работы Динары Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самом главном. В Караганде заступили на службу универсальные полицейские. В Караганде прошел первый областной фестиваль молодых журналистов. Автостоянка близ новостроек. Жители улицы Приканальная жалуются на незаконно построенные парковочные места возле жилых домов. Стоянка появилась, вот только жильцов никто не спросил. Почему узнавала Мирамгуль Салкимбаева? Где мы с детьми будем гулять? Ключи от квартир в этой многоэтажке жильцы получили всего два года назад. А проблемы уже начались. Напомним, в сентябре из-за некачественного ремонта с новостройки слетела крыша. Тогда жертв чудом удалось избежать. Теперь еще одна напасть. Прямо под окнами здесь построили автостоянку. По телевизору показывали в прошлом году, что нет, здесь мусорки забыли и поставить парковку забыли. И поэтому они сделали, вот сзади дома нам мусорку поставили и парковку сделали, стоянку. И они на ровном месте теперь делают нам платную стоянку. На каком основании? Здесь даже машин негде. Жители боятся, что в случае пожара к ним не смогут проехать спецслужбы. Автостоянка принадлежит одной из крупной управляющей компаний. Она же взяла дом под свою опеку. Однако возмущенный народ уверяет, что у них якобы нет разрешения на стройку. У них нет никакого разрешения. И подписывали не наши жители. Нам они ничего не показывали. Нам эта стоянка не нужна. Она нам только мешает. Однако у представителей компаний есть не только решение комиссии, но и подписи инициативной группы. Это сами жители многоэтажки. Заместитель директора управляющей компании отмечает, что эту идею подали сами обитатели новостройки. Бизнесмены также утверждают, что с появлением новой автостоянки во дворе, наконец, будет порядок. Многих домов по городу, особенно многоэтажных, многоквартирных. В этом доме уже на протяжении полтора лет двор был забит машинами. И днем, и ночью на проезжей части во дворе машины не почистить двор. Сами жильцы в свое время очень жаловались, говорят, уберите территорию. Но мы не могли убрать, потому что ни грейдер, ни машина, снегоуборочная не пройдет там. И вот весной, еще и зимой подходили. Весной обратились инициативная группа с просьбой как-то упорядочить, что-то сделать. Нам играть негде, мы сзади играем все лето, всю зиму. Там на роликах катаемся, на коньках катаемся, на велосипеде катаемся. А здесь впереди неудобно, машины ездят. Нам страшно, вот мы там катаемся, там асфальт удобный и ровный. Так или иначе, автостоянка уже работает. Плата за место – 200 тенге. На эти деньги представители управляющей компании будут погашать долги. Поскольку создали парковочные места, они за свой счет. Дворец культуры энергетиков, что в старом городе Тимиртау, давно нуждается в капитальном ремонте. Местные власти даже готовы взять его в коммунальную собственность. Однако не все так просто. Памятник архитектуры сегодня находится в собственности Каргресс-1, который, видимо, расставаться с ним не торопится. Подробности смотрите в следующем сюжете. Дворец культуры энергетиков Тимиртау уже простаивает на протяжении многих лет. Хотя когда-то ДК было самым любимым местом горожан. Сегодня здание находится на балансе Каргресс-1. Однако, когда наступили трудные времена перестройки, его сохранить, к сожалению, не удалось. Сегодня в таком состоянии находится дворец культуры в старом городе Тимиртау. Снаружи мы увидели, что недавно установили пластиковые окна. А когда заходишь внутрь, перед нами пристает ужасная картина. Когда во главе Тимиртау встал нынешний Аким Нуркен Султанов, он первым делом обратил внимание на этот исторический объект. Жители города Металурков просили восстановить здание. В связи с этим он обратился к местным предпринимателям, депутатам и населению. Я сказал, ребят, ну давайте просто-напросто, ну такой объект уникальный в городе, в старом городе, давайте его восстановим. И откликнулись на просьбу, и действительно, значит, крышу отремонтировали, окна вставили, фасад отремонтировали. Ну практически, практически они нормально восстановили дворец энергетиков. То ли чиновники не знают проблем своего города, то ли редко выходят в народ. Видно невооруженным глазом, что дворец в старом городе сегодня нуждается в ремонте. Не на словах, а на деле. По словам Серегжана Кушамбаева, Аким Тимиртау выходил с предложением к руководству Каргресс-1, чтобы те отдали здание в коммунальную собственность города. Хотя сам услугодатель об этом ничего не знает. Я честненький вопрос, я могу сказать, а вот я не видел, я никакого документа не видел. Буквально в этом году его как бы из залоговой массы вывели, все это. И теперь, когда вопрос становится о том, что опять неоднократно Аким выходит на руководство Каргресс-1, говорит, отдайте. Дело в чем? Дело в том, что мы бюджета не можем туда выделять деньги на восстановление. Почему? Потому что оно является в собственной, частной собственности. Понимаете, Каргресса. Местные власти хотят восстановить здание культуры, организовать кружки по интересам. Видно, что жителям старого города Тимиртау не хватает таких учреждений, так же, как и детского парка, который тоже находится в плачевном состоянии. Несколько лет назад на его строительство были выделены большие деньги. Скульптуры сказочных персонажей разрушены. Эта скульптура – всеми любимые сказки Маши и Медведи. Только у одного из героев отсутствует голова. То, что творится в этом парке, это, конечно, безобразие. Вот пост полиции. И, как вам сказать, у них же за спиной вот эти творятся безобразия. Все фигуры, я не знаю, чем они занимаются, но вообще, в принципе, они же должны, как, выходить из своей будочки и наблюдать. Николай Кровецкий, Рат Рашитов, Аската Бедулов. Первый карагандинский. В Караганде заступили на службу универсальные полицейские. Задерживать преступников, предотвращать правонарушения, выписывать штрафы теперь будут сотрудники одной службы. Увидела страж порядка в новом статусе наш корреспондент Алина Акбаева. Дорожная патрульная полиция, старшая СИБА, документы зоны. Основка на службе площадки запрещена. Начались будни универсальных полицейских. На первом дежурстве стражи порядка нового формата провели акцию «День взаимопонимания». Водителей на дорогах за мелкие правонарушения не наказывали, а лишь обходились профилактической беседой. В рейд вышли по три человека. Один представитель дорожной полиции и два патрульной. С проведением дня взаимопонимания мы хотим еще напомнить участникам дорожного движения, что правило дорожного движения – закон поведения для каждого. И чем строже будет закон, тем больше гарантий вашей безопасности. А уже с нового года универсальные полицейские оденутся в новую форму. Повседневные кители и фуражки заменят на более легкую и удобную одежду. На нагрудном знаке по принципу новых газномеров цифры обозначит регион. Также будет изменена символика на всех спецавтомашинах. На всех автомобилях установят GPS-навигаторы и видеорегистраторы. Пока в текущем году дорожные патрульные полицейские будут нести службу в старой форме. Естественно, и не все машины мы сейчас световые знаки, наклейки не успеваем наклеить, но буквально в начале ноября месяца мы уже заканчиваем наклейки. Все машины дорожной патрульной службы будут единообразно обзываться как «жел патрульных полиции». По словам начальника ДВД Миргенбая Жапарова, главная задача правоохранительных органов – обеспечить правоприяток и безопасность наших сограждан, призвав полицейских достойно выполнять эти функции перед народом. Вот такой развод ежедневно будет. Мы данное направление каждый день мониторим. Будем их деятельность, как удалось, что со стороны граждан нареканий не было. И мы отработали алгоритм действия и контроль. Алина Акбаева, Лжас Габасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Глава региона побывал с рабочей поездкой в Саране, во время которой посетил ряд объектов производственного и социального назначения. Это поселок Актас. Сюда глава региона приехал в первую очередь. Вдобавок к двум, имеющимся котельным, здесь построили еще одно. Она обеспечивает теплом 22 дома близлежащего микрорайона. Расход топлива в сутки 18 тонн, в год 8,5 тысяч тонн. Значит, в смене работает 4 кочегара и 2 зольщика. Болжан Авдишев также посетил компанию «Келсис». Здесь реализуется проект по производству телекоммуникационного кабеля для локальных информационных систем. Глава региона также ознакомился с деятельностью предприятия «Караганда-резинотехника». Компания выпускает свыше 500 наименований резинотехнической продукции. Потребителями являются более 200 промышленных компаний нашей республики и стран ближнего зарубежья. Особое внимание Болжан Авдишев уделил компании «Трикабитон», где ведется строительство домостроительного комбината по новой технологии. Проект позволит уменьшить стоимость государственного жилья на 20%. Еще одним объектом посещения стала компания «Карат». Это единственное отечественное предприятие, которое специализируется на выпуске искусственного спортивного покрытия. Здесь также освоен выпуск тартановых беговых дорожек, теннисных, баскетбольных и игровых площадок. Эта продукция помимо Казахстана поставляется в Россию, Беларусь и Узбекистан. Рабочая поездка Акима области в Сарань завершилась знакомством с деятельностью спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва и осмотром выставки продукции компании «Карат», организованной на стадионе «Сунгкар». Третий карагандинский фестиваль «Звезд оперетты и мюзикл» стал не только праздником музыки, но и чествованием Карагандинского государственного академического театра музыкальной комедии. Ему в эти дни исполнилось 40 лет. В завершающий день звездного фестиваля на галоконцерте «Аншлаг». Такой праздник в Караганде не часто случается, да еще и 40-летие любимого театра. Это дата, которая нас и тревожит, и волнует, и вдохновляет, потому что, несмотря на достаточно юный возраст, театру уже 40 лет. И этими творческими годами театр гордится. Я думаю, что результаты, которые произойдут на сцене, на галоконцерте, они порадуют не только нас, но и наших карагандинцев и гостей города. Самый легкий и самый тяжелый театральный жанр раскрылся в полной мере перед зрителями. В фестивальные дни зрители познакомились с фокальным искусством артистов России, Азербайджана, Астана-опера, смотрели спектакли и, конечно, сравнивали. Например, в галоконцерте участвовало два «Мистера Икс». Просто для меня это впервые, поэтому интересно общение с новыми людьми, конечно же. Все очень добры друг к другу. Но фестиваль для вас – это какой-то опыт? Конечно. Или можно посмотреть других? Нет, опыт в любом случае. С не меньшим восторгом принимали «Мистера Икс» в исполнение Андрея Шкалдыченко, актера Карагандинского академического театра музыкальной комедии. За 40 лет Карагандинский театр музыкальной комедии вырастил плеяду известных актеров на всем постсоветском пространстве. Игорь Войнаровский, Нина Симонова-Войнаровская, Борис Карнач, Иван Трунов, Нина Желенкова, Владимир Боженко, Светлана Анкудинова, Валентина Абасова, Светлана Зубахина и многие другие. Им особые аплодисменты от зрителей. Сегодняшняя прима театра Елена Алманосова покорила зал дуэтом из «Веселой вдовы» вместе с Фаридом Алиевым из Баку, который не раз с успехом выступал перед карагандинцами. Зрители на едином дыхании смотрят калейдоскоп звезд. На сцене апогей музыки, за кулисами волнение. Артисты, несмотря на свои титулы, держат экзамен. За дирижерским пультом руководит симфоническим оркестром Карагандинского государственного академического театра музыкальной комедии Валентин Богданов из Михайловского театра Санкт-Петербурга. А до этого он шесть лет работал в Караганде в театре музыкомедии. Сорокалетний юбилей театр отметил вместе с городом, вместе со своими коллегами. Вместе с нами ту радость разделило и руководство области, руководство города, областной масляхат. Это послужит тому, чтобы не только наш театр, но и город укреплял связи со многими городами и странами. Это наша цель и я думаю, что в этом направлении мы будем работать. В фестивальной празднике торжества по случаю сорокалетия театра закончились. Но никогда не закончатся встречи с удивительным искусством театра, которое рождается каждый раз на глазах у зрителей. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи-фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Абдирова, 9. Телефон 90-90-09. В Карагаде прошел первый областной фестиваль молодых журналистов. Сюда съехались более 150 будущих акул-пирасов всего региона. Это школьники, студенты, общественники, а также опытные журналисты. Организаторами фестиваля «Жаскалам» стало управление по вопросам молодежной политики. Мероприятие направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи, развитию пропаганды сферы журналистики. Организаторы отмечают, что областной фестиваль молодых журналистов войдет в традицию и состоится вновь. Мы пропагандируем именно специальные журналисты, потому что средства массовой информации – это четвертая власть. Именно молодежь, именно средства массовой информации пропагандируют реализацию государственной молодежи политики. В связи с этим мы проводим такое мероприятие. В рамках фестиваля для школьников карагандинские практикующие журналисты провели обучающие мастер-классы, тренинги и тематические круглые столы. В области продолжаются обсуждения новой доктрины партии «Нур-Отан» созидая будущее, принятой на 15-м съезде. В карагандинском областном филиале партии «За круглым столом» обсуждалась тема модернизации общественной ценности. История не раз доказывала, что разрушать проще, чем строить новое. Надо ли отказываться от того, что создавалось годами, веками? Например, от общественных ценностей. Сегодня практически во всех странах стоит проблема ценностей и моральной дезориентации в обществе. В первую очередь это относится к молодежи. Есть очень большие, конечно, нарушения со стороны работодателей, со стороны тех моментов, когда и законы не исполняются, имеют обратную силу. И, наверное, исходя из этого, сегодня настал момент, наверное, и демократической партии «Нур-Отан» на это все вместе работать. На сегодня приоритетной становится задача формирования системы ценностей, которая позволила бы обеспечить общество прочным фундаментом стабильности и одновременно возможностью для инноваций. Именно поэтому значение новой доктрины партии «Нур-Отан» выходит за пределы только партийного документа. Она затрагивает жизненно важные интересы Казахстана и его граждан. Традиционные ценности – семья, добро, справедливость, духовное совершенствование, постоянное развитие человека, здоровье, наконец. Вот эти вещи очень понятны каждому человеку. И то, что забота сегодня осуществляется, и государство, и общественные силы партии. Это очень важно. Мы объединяемся в одно целое. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В Караганде выбрали лучшего госслужащего. В финал конкурса трех языков прошли 10 специалистов из разных государственных учреждений области. Победитель будет представлять регион на республиканском турнире. Сюжет Алина Акбаевой. В соревновании приняли участие 14 госслужащих в сосе Караганды. Среди конкурсантов – Роана Мусаева, переводчица городской прокуратуры. Считают подобные мероприятия полезными. Они повышают статус госслужащего. В дальнейшем, конечно, хочется, чтобы побольше было не только для сотрудников, но и для переводчиков отдельно, для учителей. Ну, конечно, тут все вместе, которые знают именно трех языков, три языка. В плане культурного развития это очень большой вклад, побольше таких общественных мероприятий. Участникам предстояло пройти пять этапов, в которых нужно на трех языках представить себя, перевести тексты и рассказать афоризмы. Как отметил член жюри Джанберай Кагсбаев, конкурс должен повысить престиж и эффективность госуправления, а также стимулировать их профессиональный рост. Этот конкурс, это дает конкурс, открывает, так сказать, дорогу для дальнейшего развития. Возможно, даже она позволит продвижению по службам работникам из разных сфер. Думаю, что любой гражданин нашей страны должен владеть тремя языками, как это озвучил на послании народов Казахстана наш президент. По итогам конкурса гран-при получила Геримка Жекова, преподаватель английского языка восьмой школы. Учителя наградили грамотой и ценными призами. Кроме того, десять конкурсантов наградили за победу в различных номинациях. Алина Акбаева, Лжас Габасов, Асхат Абидулов, Первый, Карагандинский. В Караганде состоялась твиттер-пати. Активные пользователи популярной социальной сети собрались в своеобразной живой онлайн-конференции. Около 15 активных пользователей твиттера организовали небольшую вечеринку. На ней за чашечкой кофе они смогли обсудить волнующие их на сегодняшний день темы. Но только не посредством твитов, а вживую. Одежда, магазины, музыка, книги известных авторов и другие вопросы современной молодежи. К слову, пришли на твиттер-пати не только карагандинские твиттеряне, но и иногородние. Рустам Байжанов живет в Астане. Парень имеет более тысячи читателей. По его мнению, в твиттере можно и деньги зарабатывать, находить интересных собеседников и получать море полезной информации. Новые люди и общение. Тем более с такими людьми можно пообщаться, с которыми в жизни никогда. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!